Хотел бы прежде всего благодарить наши спецслужбы, Федеральные службы безопасности, МВД России, МЧС за высокоперациональную работу. В очередной раз мы убедились в том, что контроль над интернет-ресурсами и ответственность должна быть обязательно введена, особенно вот за такую дезинформацию. К сожалению, с зарубежных IP-адресов были сделаны информационные сообщения, и информация прошла о заменировании 24 социальных объектах. И вы знаете, что буквально и у нас на прошлой неделе такая же история происходила и сейчас. К сожалению, это люди, которые безответственно себя ведут, это имеет характер такого психологического воздействия информационного. Но еще раз повторяю, что все было отработано высокопрофессионально, мы уделили внимание, я уверен, что наши граждане с пониманием отнесутся к этому. Высокопрофессионально отработана территория, здания, адреса, которые были указаны, свое подтверждение не получила указанная информация, но при этом, конечно, были доставлены определенные неудобства и срыв в работе. Поэтому я надеюсь, что мы все вместе отработаем на будущее, как это может быть. Мы рассчитывали на добропорядочных людей, система была настроена ровно на то, чтобы оперативно реагировать на подобного рода вызовы. К сожалению, уголовная ответственность, я теперь в этом абсолютно убежден, как глава субъекта, должна распространяться и на людей, которые находятся за пределами Российской Федерации. И после установления личности такого рода людей, либо инициаторов, должна наступить уголовная ответственность со стороны Российской Федерации, вне зависимости от юрисдикции лица, его гражданства, где бы он ни находился. И в дальнейшем, я уже думаю, что спецслужбы по опыту работы других наших коллег из других государств, таких людей, которые распространяют сигналы, информацию, могли бы их задерживать на территории, за пределами Российской Федерации, где бы они ни находились, и потом депортировать для очищения правосудия. Потому что такие вот хулиганские выходки не должны оставаться безнаказанно.